В Химическом институте назначен новый директор. Что в планах у руководителя, выяснил наш корреспондент Роберт Хасанов. Химический институт КФУ возглавил новый директор Марат Зиганшин. Ранее он работал старшим научным сотрудником на кафедре физической химии. Я должен провести корректировку своего восприятия как рядового профессора тех проблем, которые стоят перед институтом, путей их решения, для того, чтобы уже перейти на уровень директора. В планах у нового директора улучшение результата в двух родах деятельности. Во-первых, это подготовка специалистов и молодых кадров. К этой деятельности также относятся и работы со школьниками и олимпиадниками. Ведь именно за ними будущее института и химического направления в целом. У нас трудится в Химическом институте большое количество победителей самых разнообразных олимпиад. Они прекрасно знают, какой вакуум образуется после победы на олимпиаде. Когда воодушевление сменяется пустотой и слезами. Чтобы этого не произошло, мы должны этих же людей, которые уже все это понимают прекрасно, осознают в психологическом плане, вовлечь в работу со школьниками. Не профессора должны заниматься школьниками, а те молодые люди, которые только-только бывшие школьники, ставшие сотрудниками, либо еще студентами. Во-вторых, работа директора химического института будет направлена на фундаментальные прикладные исследования. Одна из проблем, с которой новый руководитель столкнулся уже в первые дни работы, это нехватка качественной инфраструктуры для проведения прикладных исследований. На данный момент ведется масштабная работа по модернизации лабораторий на базе института. В последние годы, в настоящее время, благодаря программе Мегагрантов, у нас в химическом институте появилась первая в России лаборатория сверхбыстрой калориметрии, в оснащении которой я принимал непосредственное участие. Все данные аспекты работы нового директора направлены на создание более престижного имиджа химического института. Это касается прежде всего привлечения абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ и олимпиадников. Образовательная деятельность, она должна строиться не только в рамках и в стенах нашего института, она должна выходить за рамки. Мы должны начинать со школьников. Свою деятельность образовательную мы должны идти в школу. Именно на этом тоже будет сделан большой акцент. Назначение нового директора химического института прошло 16 октября. Первую неделю он работает в новой должности. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.